Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в городе. Заложники Бесабы и Каскомерсбанка или что делать семье Игоря Половцева. Большие трагедии маленького дома. В репортаже Сергея Высокусова. Жители многоквартирного дома в городе Абай с 2002 года не могут добиться ремонта. Подробнее об этом в репортаже Марка Брюшко. Караганда отметил Всемирный день фотографа. О том, какими получились снимки в этот день, смотрите в репортаже Амины Смаковы. Жители одного из домов Абай уже 10 лет не могут добиться ремонта крыши. Жилье еще в 2002 году было признано аварийным. Тогда смоленое покрытие сорвало во время урагана. На протяжении десятилетия люди не могут справиться со своей бедой. А власти маленького городка как будто закрывают на это глаза. Подробности в репортаже Марка Брюшко. И мы просим, просим, не знаю, кому там обратиться еще, чтобы помогли нам сделать крышу. Вода с потолка, осыпавшаяся штукатурка, вздувшийся линолеум. Нет, это не декорации фильма ужасов, а жилая квартира. Крышу в доме номер один на третьем микрорайоне Абая не могут отремонтировать уже более 10 лет. Ольга Макарова когда-то въехала в отремонтированную квартиру. Через несколько месяцев с потолка закапала вода. В этой квартире жить невозможно, потому что у нас течет постоянно вода. Был когда дождь, я убирала 2-3 раза в день, потому что набирались полные корыты, полные сосуды, полные банки, ванны, все. В подобных условиях невозможно жить. Женщине приходится ночевать у соседей этажом ниже. В квартире потерпевшая царела проводка и уже несколько лет нет света. Подобная ситуация наблюдается почти во всех квартирах этого дома на пятом этаже. Около 80 тысяч ушло, а то... Мария и Петр Крылова оказались в таком же положении. Пенсионеры пытались провести ремонт своими силами, но никакого результата этого не дало. Через несколько недель вода на крыше находит новые лазейки и снова начинает течь в квартиру. Это очень бедственный дом какой, потому что за коммунистом мы... Значит, нам не нужно было. С 1974 года дом стоит и ни разу крышу не крыли. Официально дом был признан аварийным еще в 2002 году. Председатель КСК Виктория Марина Фролкина всеми силами пыталась помочь в проведении ремонта дома и даже подписала жильцов на программу модернизации ЖКХ. Но каким-то образом у этого проекта закончилось финансирование. Марина Фролкина уверяет, как только деньги поступят, ремонт будет сделан. Мы выбрали подрядчиков с ТЭКО-проект, сделали протокол собрания, собрали листы опроса, опросники у нас все есть, на руках у меня лежит все это. Но факт тот, что нет финансирования. Все, что от меня зависело, я сделала. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни оказывался в подобной ситуации. До глубины души поражает равнодушие местных властей. На мой взгляд, сейчас им должно быть очень стыдно. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. История с микрорайоном Бесаба никак не может утихнуть. В железные клещи ипотечного кредита Казкомерсбанка попала семья Половцевых. Мало того, что из-за нечистоплотости строительной организации, построивших заведомо аварийные дома, они лишились и денег, и квартиры. Так еще и Казкомерсбанк требует погасить задолженность, а это ни много ни мало 11 миллионов тенге. Еще до рухнувшего здания половец написали заявление в банк с просьбой отсрочить платежи. Получили отказ. Тогда подали иск в суд. Ну, кому хочется платить за воздух? Верните деньги за аварийную квартиру. Ведь факт налицо. Но этот факт не устраивает ни суд первой инстанции, ни касационную коллегию областного Карагандинского суда. Оказывается, доводы жалобы не основаны на материалах дела. Парадокс ситуации в том, что квартиру в семье Половцевых продал Казкомерсбанк. А по закону Республики Казахстан, по Гражданскому кодексу, за некачественный товар несет ответственность продавец. Казкомерсбанк нести ответственности за проданную аварийную квартиру не желают. Хотя всем известно, что комиссии, все дома, построенные в Бесабе, признаны аварийными. Сейчас они же просто снесены. И это факт. То есть товар, проданный Казкомерсбанком, оказался сгнильцой. Бесабинцы, оформившие ипотечные кредиты в других банках, почему-то получили отсрочки ввиду форс-мажорных обстоятельств. Кабала Казкомерсбанка оказалась для Половец непосильной ношей. Непонятно вообще. А и тут же ссылаются на то, что согласно экспертного обследования и оценке общего поврежденного аварийного состояния домов, жилищного комплекса Бесаба, где указано, что восстановление указанных объектов технически, экономически нецелесообразно. То есть Казкомерсбанка сама себе противоречит. Есть от чего прийти в отчаяние. Сегодня, когда надежды жить большой семьей в большой квартире рухнули, все Половец обитают в тесноте малогабаритки. 23-летний сын Игоря и Людмилы ютится вместе с больной бабушкой в одной комнате. В прихожей, она же зал, обитает их дочь. Она будущий художник, но свои эскизы, рисунки вынуждена раскладывать по шкафам. На этом общем диване и спать приходится. Мы в такой ситуации, что, честно, вот даже не знаешь, с чего начать. Потому что мы на данный момент, вот с понедельника, мы можем вообще остаться без квартиры. Мы можем остаться без жилья. Мы столько денег вложили, мы откладывали деньги, часть, естественно, мы откладывали. А ведь у Казкомерсбанка даже выход есть из данной ситуации. Почему бы не предъявить иск к тому физическому или юридическому лицу, у которого банк приобрел аварийную квартиру и получить компенсацию? Вопросик напрашивается сам собой. Но почему банк не хочет этим заниматься? Ситуация вообще абсурдная. То есть суд откровенно лоббирует интересы банка. И как бы абсолютно плюя на нужды и чаяния людей и абсолютно презирая все законы, которые есть в гражданском кодексе на все эти статьи закона, никто их даже не собирается рассматривать. Странная ситуация. В правовом государстве человек не может защитить собственные законные интересы. Может быть весовые категории неравны. С одной стороны Казкомерсбанк, с другой рядовой гражданин Казахстана. У нас надежда все равно есть, конечно, все-таки на Верховный суд, который разберется, посмотрит все-таки все материалы дела, что основания для удовлетворения нашего иска были изначально. И все-таки мы надеемся на справедливость. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. За авто в Караганду. Гражданин России Владимир Нуядин приехал в шахтерскую столицу за своей машиной. Автомобиль марки BMW X5, на который он копил несколько лет, угнали два года назад. И только благодаря сотрудникам таможенного контроля по Карагандинской области иномарка нашлась. Откроем задний. Сейчас автомобиль Владимира находится на складе временного хранения. Дорогую иномарку россиянина угнали еще в 2011 году прямо возле дома. Спустя два года ему позвонили и сообщили, что машину нашли в Караганде. Автотранспорт москвича был поставлен на учет в управлении дорожной полиции Карагандинской области. Как выяснилось, документы оказались поддельными, к тому же без декларирования и уплаты таможенных платежей. Помимо BMW X5, карагандинские таможенники совместно с работниками управления по борьбе с организованной преступностью были задержаны еще две иномарки. Владельцы этих машин пока не объявились. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий, направленных на выявление экономической контрабанды, нами была проведена проверка. То есть путем переписки по этим дорогостоящим автомашинам с Российской Федерации было установлено, что данные автомашины стоят на учете в органах дорожной полиции Российской Федерации. Карагандинцы, которым продали угнанный автомобиль, виновными себя не считают и будут отстаивать свои права в суде. Казбек Кызыров, начальник областного управления по борьбе с контрабандой, говорит, что у пострадавших тоже есть техническое свидетельство о регистрации авто, и они также являются законными владельцами. Теперь автомобильные дела будут решать через гражданский суд. Динара Сартаева, Бауржан Алипов, Первый Карагандинский. Четвероклассник свел счеты с жизнью в Каркаролинске. Трагедия произошла накануне вечера, сообщает пресс-служба областного ДВД. 62-летняя бабушка обнаружила своего 12-летнего внука в повешенном гараже во дворе собственного дома. Из пояснений родственников мальчика установлено, что каких-либо причин для совершения суицида не было, ссоры, конфликтов в семье не возникало. В настоящее время опрашиваются одноклассники и педагоги школы, в которой обучался мальчик. По данному факту проводится расследование, которое призвано выяснить причины, толкнувшие ребенка на суицид. На теле ребенка какие-либо телесные повреждения не обнаружены. В Карагандинской области началась подготовка к выборам сельских Акимов. Накануне в Батакаре глава Бухаржираусского района представил на рассмотрение местному сообществу трех кандидатов на должность Акима-поселка. На консультацию собрались депутаты, старожилые и местные активисты. Районный глава рассказал собравшимся о правилах проведения выборов. Отныне избирать Акимов путем тайного голосования будут депутаты районного Маслихата. А вот кандидатами в Акимы могут быть граждане Казахстана не моложе 25 лет, с высшим образованием, отвечающие всем требованиям закона о государственной службе. Внимательно выслушав Акима Бухаржираусского района, жители поселка Ботакара высказали свое мнение и пожелания касательно предложенных кандидатов. Напомним, что выборы сельских Акимов пройдут 8 августа. «Хочу услышать мнение сообщества, так как вы знаете, что Аким будет избран, работать необходимо будет Акиму с населением, будут новые к нему требования. Все это делается для того, чтобы местное сообщество активно вовлекалось в реализацию всех государственных программ». Сегодня весь мир отмечает День фотографа. Человек, который может остановить миг и навсегда запечатлеть его в памяти многих. По всему миру в этот день мастера фотографии отмечают свой профессиональный праздник по-своему. О том, как проводят его карагандинские фотографы, расскажет Амина Смакова. Глазки закрой. Григорий Пенгрин – фотограф с трехлетним стажем. Сначала снимал любительские съемки, вечеринки друзей и родственников. Позже втянулся настолько, что решил посвятить этому делу жизнь. Григорий едва ли не единственный фотограф в караганде, который до сих пор снимает на ретро-фотоаппарат. По его словам, такие кадры получаются более душевные и живые. Когда ты выходишь с пленкой, ты понимаешь, что у тебя, например, 12, 24 или 36 кадров, и ты начинаешь задумываться над тем, стоит ли тебе этот кадр тратить на это или нет. То есть, или лучше тебе ракурс подойти, или лучше с другой стороны обойти. Ты начинаешь воспринимать и ценить этот кадр. В эпоху цифровой фотографии проявить снимки, сделанные на старый фотоаппарат, дело затруднительное. Однако нет ничего невозможного. Ну, довольно часто еще остаются все-таки пленочки, с которых делают снимки. Амирхан Сулейманов заболел фотоаппаратом, будучи еще школьником. Первую камеру подарил ему дядя, и с тех пор он начал свою профессиональную деятельность. Парень старается передать нечто необычное людям через свои снимки. Профессиональный праздник фотограф отмечает необычно. Он выходит на улицу, фотографирует прохожих или интересные моменты из жизни города. Аллею Вечного Огня Амирхан снимал ровно год назад. Сегодня сквер кардинально преобразился, рассказывает молодой фотограф. То, что было год назад, это уже история. То есть какие-то вот эти старые стульчики, которые они с собой переносили. Теперь здесь все поменялось в лучшую сторону. Может быть и встречу старых знакомых, которых я здесь фотографировал год назад. Фотографы близ крупных торговых центров стали неотъемлемой частью жизни Караганды. Некоторые мастера фотографий, будто в ожидании сенсации, работают здесь не один десяток лет. Заядлые фотографы рассказывают, что встречают тех, кого снимали еще 20 лет назад малышами. Съемки бывают разные. Наши фотографы на статичных не останавливаются. В этот день, в День фотографа, они собираются и придумывают что-то оригинальное и интересное. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Сегодня в областном суде прошло расширенное совещание по подведению итогов за первое полугодие текущего года. Что нового служителя Фемиды и какие проблемы существуют в судебной системе региона, узнавал Сергей Журавлев. Главными лицами собрания были судья Верховного суда Казахстана Елис Абдекадыров и председатель Карагандинского областного суда Ермек Серегбаев. Служители Фемиды подвели итоги работы за первое полугодие и рассказали о наиболее резонансных делах. Главный судья области Ермек Серегбаев вручил коллегам, уходящим в отставку, благодарственные письма за значительный вклад в судебную систему региона. Жанна Сейдальна, председатель апелляционной судебной коллегии, указала на ошибки, допущенные в судебных делах, а также поведала о том, как выявлять подобные недочеты и предотвращать их в будущем. Ну вот, если говорить о существе допускаемых нарушений, на мой взгляд, даже единичном случае, если это происходит с грубейшим нарушением закона, мы можем сказать о многом. Особенно хотелось бы обратить внимание, выделить случаи на обмены решений судов по процессуальным нарушениям. Координатор по работе с общественностью ИСМИ Раушан Сергазина рассказала о новой технологии оповещения граждан. Повестка в суд теперь приходит не только по почте, но и смс-сообщением на сотовый телефон. Информация о доставке сверяется с сотовым оператором. Наболевшим вопросом в судебной системе по-прежнему является борьба со скрытой волокитой. Проблему также подняли в ходе заседания. Скрытые волокиты – это те дела, которые суди первой инстанции возвращают без рассмотрения, либо возвращают исковые заявления в связи с неправильностью оформления исковых заявлений в нарушении норм процессуального законодательства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит в своем материале президент страны Нурсултан Азарбаев. Рымбала Амарбекова, директор кинотеатра Сарыжая Ляу, прочитав статью «Астана – Великая эпоха и стратегический вектор Казахстана», в очередной раз почувствовала гордость за свой народ и правильность решения президента о переносе столицы. Рымбала Амарбекова отметила, что за эти 15 лет город изменился просто до неузнаваемости. Астана стала сердцем независимого Казахстана. Женщина стала свидетелем этого преображения. Из небольшого городка с населением менее 200 тысяч человек, тогда еще Целиноград стал крупным и развитым мегаполисом. Конечно же, все, что мы сегодня видим в Астане, гордимся Астану, это благодаря нашему президенту, благодаря его такому волевому решению. Любя Казахстан, свой казахстанский народ, он думал о будущем Казахстане. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит новости спорта. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Копарову. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Алюгал. Вчера завершились ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы, в которых принимали участие три клуба из Казахстана, два из которых смогли пройти в следующий раунд. Самый успешный казахстанский клуб в Европе Актобе ожидаемо не испытал серьезных проблем с армянским Ганзасаром, переиграв его в обоих матчах с одинаковым счетом 2-1. Большой праздник не только своим болельщикам, но и всем казахстанским любителям футбола подарил и Павадарский Иртыш, выбив из Лиги Европы опытный болгарский Левский. После выездной ничьи 0-0 дома последовала убедительная победа 2-0. Ну а главным разочарованием вечера стала столичная Астана, которая проиграла по сумме двух матчей 6-0 скромному Ботеву из города Пловдев. Сегодня рулевой Астаны и по совместительству главный тренер национальной сборной Казахстана Мирослав Бираник подал в отставку с поста главного тренера клуба. На Всемирном универсиаде в Казани по итогам четверга сборная Казахстана расположилась на 14-м общекомандном месте. В активе казахстанских студентов 8 бронзовых, 6 серебряных и 2 золотые медали, которые принесли легкоатлетка Маргарита Мукашева и тяжелоатлет Фархад Харки. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если есть у вас интересная информация, непременно звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго. До свидания. Аман, слава вам здоровьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok